Дорогие друзья, мы продолжаем рассказывать о памятниках Петру Первому в Петербурге и о тех местах, где они установлены. Сегодня мы решили прогуляться по Аптекарскому острову. Этот остров в центральной части Петербурга омывается водами Большой и Малой Невки и реки Карповки, который его отделяет от острова Петроградского. В юго-восточной части Аптекарского острова находится Ботанический сад имени Петра Великого. Когда-то этот сад именовался императорским, а сейчас он входит в ведение Ботанического института Российской академии наук. Сам институт носит имя известного отечественного ботаника Владимира Леонтьевича Комарова. Петербургский ботанический сад – это одно из старейших в нашей стране научных учреждений. Он находится на том месте, где в начале XVIII века был Аптекарский огород Петра I. Здесь по европейской моде того времени выращивали лекарственные травы. И на острове образовалась слобода. Здесь селились врачи, аптекари, натуралисты. Но уже тогда, в начале XVIII столетия, только травами дело не ограничилось. В саду начали выращивать растения, привезенные из разных регионов России, Европы и мира. И сейчас некоторым деревьям, как, например, вот таким дубам, по 200-250 лет. На сегодняшний день Петербургский ботанический сад – это пятое по величине такого рода собрание в мире. Здесь более километра оранжерей, дендерарии на 17 гектаров. Библиотека ботанического института считается крупнейшей в России. А еще здесь хранится уникальная коллекция гербариев, более 7 миллионов единиц хранения. В том числе образцы сбора Петровского времени и даже растения из гробниц египетских фараонов, которые уже не встречаются на нашей планете. В 2014 году Петербургский ботанический сад отметил свое 300-летие. К этому юбилею в саду перед зданием ботанического музея был установлен памятник Петру Великому, первому российскому императору и основателю сада. Над проектом работали скульптор Олег Сатин и архитектор Александра Бочарова. Памятник представляет собой бронзовый бюст царя, стоящий на высоком постаменте. Ну а сам постамент решен в форме дерева. Установкой данного бюста был реализован план столетней давности, потому что памятник Петру Великому в ботаническом саду планировали установить еще в 1914 году, когда сад отмечал 200-летие. Ну тогда эти планы реализованы не были. Императора Петра I по праву можно считать основоположником отечественной природоохраны, потому как в начале XVIII века на этот счет издавалось множество указов. Например, был такой указ, который запрещал рубить дубы, клёны, вяза и ясени по всей Ингерманландии. А это территория современного северо-запада от Луги до Карелии и от Балтийского моря до Ладожского озера. И сам император подавал своим подданным достойный пример, высаживая дубовые рощи в окрестностях Петербурга. И вот одним из таких живых свидетелей деяний Петра I является Петербургский ботанический сад. Именно он хранит память о своем основателе Петре I, российском императоре.